Друзья, добро пожаловать на геймстези. Зовет меня Джекман и мы продолжаем проходить второго Ведьмака. Нам сейчас нужно идти к дому на холме, чтобы там встретиться с заговорщиками. Вот, в смысле перегружен. В смысле, у меня все нормально было, я не был перегружен. А, я получил трофей Драук. Че еще я получил? Так, это у меня уже было, это у меня было. Че, выбрасывать что ли опять все? Ну-ка, что за трофей-то хоть. Броня плюс 5, здоровье плюс 55, а у меня, короче, урон плюс 9. Но мне броня нахер не нужна, на самом деле. Трофей для Эльтона. Это его нос, что ли? Че, я его сейчас надену и он у меня будет сзади висеть? Нет, не висит. А че, может быть так ходить? И какие у этого трофея плюшки? Ну-ка. Здоровье плюс 1, урон людям плюс 1, дополнительный урон от знаков плюс 1. Ну, такое себе. Тут еще должно быть, знаешь че, типа там, сбить противника с толку, выколоть глаз противнику. Да уж. Возвращаем обратно. Так, трофей тролля, тролля, где? Вот. Аааа, блин. Ну-ка, повесу сейчас. Вот так. Самый тяжелый это Кейра. Здоровье плюс 50, броня плюс 3. По идее можно выбросить. А можно продать. Ща попробуем какому-то торговцу продать. Тут же торговцы есть. Так, а где торговец? А где вообще все? Там только вот торговец сидит. Значит ему продадим. Не, серьезно, а где все-то? Из-за Детмилта, что ли, здесь все разбежались? Он вообще прямо всех, что ли, начал это шугать? Так, купика у меня кое-что. Например, м-м-м, вот эти доспехи. Ааа, эти доспехи лучше, чем... А, нет, это его... Подожди, 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 подожди. Дай-ка я посмотрю сначала. Ну, вроде на мне сейчас лучшие доспехи. Из того, что у меня есть. Плюс 18. А, нет, смотри, тут плюс 18, а там плюс 17. На мне плюс 17. Здесь плюс 18. Ну, здесь здоровье. Так, у меня плюс здоровье 30. Снижение магического урона плюс 15. Сопротивление к горению плюс 35. Ааа, тут понятно. То есть мои доспехи получше. Те, которые на мне сейчас. Так что я эти доспехи продам. Ну, эти доспехи зель... Кирка тоже можно продать. Они тоже так себе. Какой-то парламентер. Меч бурой хоруглый. Тоже можно продать. Их да, сюда иди. Будешь сейчас у меня все покупать. А, в общем, смотри. Держи. Продать вещь для задания невозможно. Ааа, это вещь для задания? На. Вот это тоже на. Вот это тоже на. Трофей. Гарпи, вы забирай. Глава глаза, забирай. Драук. Ну, давай оставим на всякий случай. Вдруг где-нибудь что-нибудь пригодится. Я, конечно, понимаю, что плюс 5 броня. Ну, такое себе. Здоровье плюс 55. Ну, оставим на всякий случай. Это можно продать. Здоровье плюс 15. Дополнительный уровень знаков убрать. Это для прикола оставим. Тем более, весит килограмм всего лишь. И у нас теперь 257. Все. Можно спокойно бегать. Так, ладно. Ну, давай-ка, знаешь, что мы еще это самое? Свои таланты распределим-ка. У меня уже 8 талантов. Ё-моё. Что будем улучшать, интересно? Заслон. Затраты энергии на блок минус 25. Меньше тратится силы на блок. Снижение урона плюс 5. Скорость восстановления энергии в бою на 10 прибавляется. Шанс убить одним ударом плюс 2%. Да, прям вообще внушительно. А здесь что, например? Всплеск адреналина при ударах меча плюс 10. Общее сопротивление плюс 10. Вероятность всех критических эффектов плюс 10. Это хорошо. Позволяет наносить добивающие удары, когда заполнена шкала адреналина. Вызывает всплеск адреналина при ударах мечом. Вот это мне нравится. Как до тебя добраться? А можно сразу? Так. Так. Вот, теперь красиво. И тут еще мутагены можно зафигачить. Шанс критического эффекта. Потеря крови. А это можно двойной сделать? Да. Смотри, как позволяет наносить добивающие удары, когда заполнена шкала адреналина. Вызывает всплеск адреналина при ударах меча. Урон плюс 10. Снижение урона плюс 10. Мне нравится. Вот это вот прям вообще нравится. Но надо еще знаки прокачать, потому что знаки здесь прям реально крутые. А можно еще мутацию сюда зафигачить какую-нибудь, например. Мощный мутаген здоровья. Мутаген критических эффектов. Алхимический ингредиент. Мутаген. Слабый мутаген. А, вот, тут же написано, что это додает. Нокдаун. А, ну и конечно сюда применим. Конечно. Давай. О, хорошо. Сюда. Надо здоровье. Эээ, подожди, нет, нет. А можно отменить? Блин, я... Нет, он нажал. Ну ладно, ладно. А что ты вообще дает? Да подожди, что ты... Паникуешь? Строю 150. Снижение уровня на 15 минут. Ну нормально, а что, почему нет? Мне нравится. Так, здесь надо слабый, мощный мутаген загар. Конечно здоровье. Здоровье плюс 10, а здесь плюс 2. Конечно, конечно. Берем. Теперь назад. Давай знаки качать. Не, подожди, какой там? Подожди, подожди. Улучшение знак аксии. Открывать второй уровень знака аксии. Очаровывание. Противник получает. Здоровье плюс 20. Нанесимый урон плюс 20. Хорошо. Эээ... Квен. Квен отражает 50% урона. Время действия знака плюс 60 секунд. Ну прям хорошо. Прям очень хорошо. Открывать третий уровень знака арт. Знак арт действует на площадь. Радиус действия плюс 6 метров. Далеко. Так. Роковые чары позволяют очаровывать знака аксии до двух противников. Энергия плюс 1. Так. Поставить две ловушки можно. Эй, ловушками вообще не пользуюсь. Шанс критического эффекта от знаков плюс 5. Общее сопротивление плюс 20. Урон знаками плюс 3. Всплеск адреналина вызванный знаками. Плюс 10. Открывает знак гелиотроп. Который активируется при заполнении шкалы адреналина. Позволяет вызвать всплеск адреналина знаками. Тоже, конечно, интересно. На ловушке. Ловушки меня... А, Ирдена. Соединяются между собой. Противники не могут пройти между символ... А я могу как-то до этого добраться? Ну, по идее, вот это мне... Нет, не это. Мне вот это интересно сейчас. Отражение стрел. Мне стрелы вообще никак. То есть, они мне вообще никак не мешают жить. Поэтому стрелы нахер. А вот здесь... Ну, что такое? Алхимия. Алхимия? Но алхимия меня мало интересует на самом деле. Сбор алхимических ингредиентов плюс 50. Урон бомбами. Я вообще неинтересно. Шанс получить мутаген как побочный алхимический продукт. Всплеск адреналина при интоксикации. При интоксикации урон плюс 30. Снижение урона плюс 25. Открывается состояние берсерка. В него можно перейти, когда заполнится шкала адреналина. Вызывает всплеск адреналина при интоксикации. Урон при интоксикации. Да короче, нахер. Это вообще неинтересно. Алхимия неинтересна. Вот знаки интересны. И вот это интересно. Сейчас будем остатки пускать в знаки. Или же подожди. Мельница. Позволяет наносить удары. Нескольким противникам. Ну как от этого-то можно отказаться? Ты что? Я же мечник. Урон мечом плюс 15. Неинтересно. Урон от ударов в спину снижается на 200%. Урон при ударе в спину плюс 100%. Хорошо. Позволяет контролировать удары противника. В смысле контролировать. Типа я ему говорю, как, чё, куда, зачем, что ли? И он такой, типа, ладно, хорошо, я буду так действовать. А как контролировать-то? Типа я его могу как-то, ну, запутывать. Звучит интересно, но, наверное, это не будет выглядеть интересно. Затраты энергии на блок. Ну, это хорошо, конечно. Снижение урона плюс 5. Ну, это такое себе. Шанс критического эффекта. Потеря криви. 10%. Вероятно, ну, тоже хорошо звучит. Здоровье плюс 100. Ну, почему бы... Да, блин, я хочу знаки тоже качать. Всё, пошёл я в знаки, короче. Сила знаков. Нет. Энергия плюс 1. Нет. Нет, я хочу вот сюда прийти, но у меня... Нет, не Квен, я хочу вот. Я хочу вот это вот. Это значит, мне надо вот сюда. И вот сюда. Нет. Можно было вот сюда и вот сюда. Ну, ладно. Здесь тоже хорошо, да? Сила знаков плюс 2. Снижение урона плюс 5. Ну, вот. Всё. Прекрасно. Выходим. Ну, теперь я вообще врагов просто буду выносить на раз-два. Где все, блин? Так, мне вообще-то не туда. Мне вообще-то к дому на холме. Я заговорщиков Детмульду не сдал. Только ради Лютика. Если бы не Лютик, если бы Лютик в это все дерьмо не вписался, я бы сдал ему. Заговорщиков. Мне как бы срать вообще. Хотя я босса заговорщиков так и не нашел. Я не знаю, кто это. Ну, явно не Лютик. Вот. Ну, я бы реально сдал. Блин, дом на холме, он же проклят. Там же призраки и всё такое. Нахрена там собираются заговорщики, я не понимаю. Это же опасно. Тупые заговорщики, чё? Роше, заговорщик. Не, ну я правильно сделал, что не сдал заговорщиков. Три года назад ты обещал нам денег в том случае, если мы будем передавать тебе сведения и во всём препятствовать Детмульду и его сторонникам. Ничего не изменилось. Изменилось только то, что Фольтест и Димовент мертвы. Кто-то хотел убить единорога. Атмосфера, сука, напряжённая. А Детмульд силён, как никогда. А самое главное, тебе нечего нам предложить. Королевская казна Тимерии для тебя закрыта. Господа, вы очевидно забываете, что случится, если король узнает о нашем сотрудничестве. Не пугай нас, Роше, и не забывай, что ты разговариваешь с дворянами. Три дня я ездил по окрестным городкам и деревням. Собирал сведения о Кейдвене. Был у старых знакомых. Я изучал настроение и узнавал вести. Народ Кейдвена ненавидит Детмульда и его подручных. Все только и ждут, чтобы кто-нибудь свернул ему башку. Кто-то идёт. К оружию. Спокойно. Что он ядрёного ж здесь делает? Попробую угадать. Пришёл в себя и пришёл к нам в гости. Нет, мы так не договаривались. Откуда он знает о нашей встрече? Мне это тоже интересно. Геральт? Неважно. У меня есть свои способы получать информацию. Важно. Если знаешь ты, могут знать и другие. Я подслушал, как Зоська Свистушка разговаривала с одним из этих господ. Как ты смеешь, выродок? У меня есть жена. Всё, Роше, это конец. Мы возвращаемся к войскам и будем в этой битве с нашим королём. Все договоры расторгнуты. Заговора больше не существует. Идёмте, господа. Это что за заговорщики такие? Как запахло жареным сразу. Ой, всё, идём к своём королю. Такие, знаешь, переобувальщики прям на лету. Ты знаешь, что творится в лагере? Как ты стал? Да. Как ты стал? Как случилось, что ты возглавляешь заговор в Коэдвенском лагере? Ууу, это долгая история. План мы разработали с Вольтестом три года назад, вскоре после того, как Хенцель сжёг Сабрину на костре и взял Детмальта в советники. Среди солдат и дворян после кампании в Вейдирне настроения были не самые радужные. Мы воспользовались ситуацией, я подкупил их. Направил эмоции в нужное русло, а они собирали для меня кое-какие сведения. И чего вы добивались? Мы хотели не допустить союза Коэдвена с Нильфами, ограничить влияние Детмальта на Хенцельта. Ты уезжал на три дня. Ты уже был в лагере. Знаешь, что там происходит? Ещё не был. Но слышал новости от этих... предателей. Кого арестовали? Лютик упоминал Брикфельда, Керима из Кейнгорна и... Нехорошо. Керим был в заговоре с самого начала. Он знает меня. Может, вы ещё не успели допросить? Быстро в лагерь. Надо предупредить Бьянку и остальных. У нас нет времени. Пошли, пошли. Конечно, нет времени. Ну, по идее, надо избавиться только от Детмальта. И тогда всё, типа, будет норм, что ли? Типа, это Детмальт... Ну, пудрит мозги Хенцельту. Хенцельта же, в принципе, народ уважал. А потом появился этот Детмальт и всё. Пошло по жопе. Но мне Хенцельт не нравится. Он козёл. Будет возможность его прикончить. И я очень долго буду об этом думать. Потому что, с одной стороны, я прям сразу... Ну, нахер, иди нахер, Хенцельт. Но с другой стороны, он же, ну, король, там, не знаю. Так, хороше. Идём. А-а-а, вот и ты. А чё такое? А где, где наши... Так, подожди, этот меч достал. Где наши пацаны все? А? Чё случилось? Чё за хрень? Ну-ка, давайте, кто-нибудь попадитесь. Чё-то, по-моему, я лучше драться не стал. Они нормальные. Куда все подевались? Их позвали на пир. Откуда ты знаешь? Я видела, как прибыл посланец от Детмольда. Что за пир? Кажется, Детмольд поймал главаря какого-то заговора. И по этому поводу... Что пьё с сифилис? Где этот пир? В лагерной столовой. Но сейчас там пусто. Все ушли на Верген. Бегом. Нас сейчас, скорее всего, не пустят в лагерь. И нам придется воспользоваться вот... Тем потайным проходом, который я... Ну, о котором я говорил. Тогда еще, в прошлых сериях. А, не отпустили. Да, блин, не захлопывай так двери передо мной, Роши. Я всех перебью. Я заставлю их страдать. Они будут умирать долго и мучительно. А я думаю, мы будем пользоваться тайным проходом. Ну, ладно. Тихо! Тихо! Так, эм, на-ка. А ты что стоишь смотришь, дурак, а? Надо было нападать. Ни хера себе! Мы здесь всю армию, что ли, сейчас положим? Это реально? А что такое? Подожди, это у меня что, адреналин копится? У меня раньше такого значка не было. Прикольно, слушай. Как буду делать фаталити нахуй. Ну, слушай, я вообще прекрасно всех шинкую. Просто как молотилка. Просто как блендер. Да, ё-моё! С перебоем и правда... Это я его поджег? Хорошо, я тут как бы человек 10 положил, а ты с одним не можешь справиться. Блин, у меня ведь почти адреналин заполнился. Давайте еще мне врагу. О-о-о! Так, ну-ка здесь... Одрин есть, нет? Ну, это алкаш-то, который. Он ведь тоже состоял в неком заговоре. О-о-о, смотри. Перебью ублюдков всех до единого. А, это наши? Синий Половский? Вот вам и пир, да? Бьянка? Жива, блин. Хорошо. Бьянка, ты в порядке? Да. Что тут произошло? Детмольд позвал всех на пир. Сказал, что король благодарен нам за помощь в раскрытии заговора. Что припас для нас печеного поросенка и две бочки вина. Он сказал, что Вернон вернулся с особого задания в Каэдвене, и что король собирается его наградить. Сказал, что я должна при этом присутствовать. Ребята пошли пировать, а я в королевский шатер. Вернона у короля не было. Детмольд скакал, как обезьяна, и кричал, что всех повесят, и это будет кара за флотзом и за заговор. Что они с тобой сделали? Я их умоляла, на коленях ползала. А они... Они посмеялись надо мной и отпустили. Ваше Величество, прошу вас, отмените приказ. Это простые солдаты. Они выполняли приказы и не заслуживают смерти. Прошу, государь, будь милосердным. Это люди чести. Они заслужили лучшей судьбы. А где была ваша честь, когда... Детмольд, оставь нас. Ваше Величество. Что шлюха может знать о чести? Ты маленькая глупая сучка, и я буду относиться к тебе соответственно. Если ты хочешь увидеть кого-нибудь из них живым, будь послушной. Ох ты сутка. Не ходите туда, прошу вас. Это самоубийство. Насрать. Все, что я любил, умерло в этом шатре. Моя страна распадается на части. Моих друзей убили. Я хочу крови. Я тоже. Ты не представляешь, как я хочу крови. Я до сих пор чувствую смрад этой туши. Но я выдержу, потому что иначе они победят. Если ты бросишься в одиночку на целую армию, ты умрешь. Только ты. Бьянка права. Остынь, Роше. Что вы предлагаете? Мы попробуем добраться до Вергена через ущелье. Я знаю тайный ход в город. Мы воспользуемся суматохой. Найдем Шиалу и достанем убийцу короля. А при случае убьем столько каидвенцев, сколько получится. Бьянка, ты справишься? Бьянка останется. Я не хочу больше ею рисковать. Кроме того, кто-то должен добраться до Персифаля и отвезти корабль в безопасное место, откуда мы сможем уплыть. На корабле остались двое вахтенных. Мы будем ждать вас в затоне реки за лагерем. Нам придется идти ущельями. Суки, суки, суки. Бьянка лжет. Что? Я за нее головой ручаюсь. Я не верю, что она сумела сбежать от Детмальда. На что ты намекаешь? Ни на что. Сначала я убью Хенсельта, а потом Детмальда. А может, наоборот? Как ты посоветуешь? Я посоветую тебе заткнуться и смотреть на дорогу. А приятно будешь думать потом. Не, ну серьезно. А как это так она сбежала от Детмальда, от Хенсельта, от их солдат? Сам шевелись, блин. Где ты там? Застрял. Шевелись, говорит, ведьмак. Добраться до Вергена через лесистые ущелья. Так, вот у нас штурм Вергена. Штурм Вергена. Чего? А, впереди. А, выше что ли? Да блин, опять не тот меч достал. А им кажется, пофиг вообще. Просто так-так-так и все. Но здесь не пройти. Здесь даже арт нам не поможет. Да не туда, Геррек, вот туда. Да в смысле ты куда стреляешь? Ты туда стреляй, вот. Нет. Ну, дай попробуем через верх, что ли. Или что? Ну-ка, подожди. Сейчас куда мы идем вообще? Сюда? Ну, сюда нереально так пробраться. Через сюда пойдем, значит. Там, где шли эти ведьмаки. Скорее всего, мы по тому же пути пойдем сейчас в Верген. Ну, когда они шли убивать Хэнсель-то. Это значит, нам надо через Гарпи идти. Не, ну Хэнсель-то надо кончать, все. То, что он сделал с Бианкой, это вообще непростительно. Да опять не тот меч достаю. Тут же люди, а не монстры, Геррек. Доставай меч железный. Который сразу загорается, это классно. Икс. Надо нажать икс. Ладно. Сейчас. Найдем врага и нажмем икс. Я правильно иду? Да. Вроде да, да. А где Гарпии? Кайдвенцы? Вообще никого. О, корабль. Тут скорее всего... Что это за скотина? Это тролль. Осторожно. Одним ударом лап он перешивает шею, корове. Я не корова. Кто вы такие? Чего надо? Такой голосок. Это, видимо, женского пола. Так, мы просто мимо проходили. С дороги, конечно, мы просто мимо проходили. Мы идем своей дорогой. Восьмак убивает тролля. Пришел меня убить. Легко тролля убить. Трудно. Убирайся. Старый вернется и разорвет. Так, успокойся. Мы идем в Верген. Успокойся, глупая баба. Мы идем в Верген. Иди куда хочешь. Только не сюда. Здесь мое логово. Ходят тут, ходят. Мешают. Кто ходит? Люди. Геральт. Может, облегчи муки этого чудовища? Успокойся. Подожди. Кто тебя беспокоил? Попробуй вспомнить. Восьмак. Другой. Лысый. Шастал тут. Большой. Ты разговаривала с ним? Я хотела. А он мне в морду. Старого позвала на помощь. Восьмак вынул меч. Кровь течет. Старый лежит. Раненый. Восьмак говорит, в Локмин спешит. Так, что такое Локмин? А кто еще туда проходил? Баба. Из тумана вылезла. Воняло. А как она выглядела? Как людская баба. А конкретней? Пашка странная такая. Как большое яйцо по бокам. А, шала. Шала. Говорила Верген. Больше ничего. Ты уверена, что в Локмуине? Локмин, говорю же. Счастье наше, говорит. В Локмин спешит. Иначе отрезал бы старому... Ты уже говорила. Спасибо за беседу. Спасибо за милую беседу. Видишь, она не кусается. Спать пойду. Уходите. Приятных сновидений. Встретите старого, пусть не будет. Спать хочу. Не, ну смотри. Лето не стал их убивать. Хотя мог. Он просто ей дал в лицо, чтобы она ему не мешала. И старого не убил. Хотя старый на него напал. Он просто его ранил. Ну, то есть, просто показал ему свое превосходство над ним. И все. Вообще, Лето такой неоднозначный ведьмак. То есть, у меня нет к нему какого-то такого конкретного негатива. Надо с ним просто, наверное, побеседовать. Я не знаю. Нормально пообщаться. Вообще, какие цели он преследует. Зачем он убивает королей. Почему? Ну, понятно. Блин, этих королей, конечно. Зачем убивать? Шкаролит. Так, ладно. Нам... А что там? Нам пока туда, но я хочу сходить сюда. Так, сейчас сделаю фаталити кому-нибудь. Я хочу сделать фаталити. Ну-ка. Гарпий. Все, дайди. Сейчас будет фаталити. Хорошо. И что у вас тут есть? Ни сундуков, ни хрена. А, блин, подожди. Ё-моё. Я сейчас забуду. Ну, ладно. Сейчас, мы вернемся. Все равно туда вернемся. Там же корабль был. Там в корабле надо поискать сундук. Может быть там сундук. А, здесь что? А, мы отсюда можем добраться до этого, как его, до маркера. Что-то, слушай, здесь вообще тупик. Здесь нехер делать, блин. Что я сюда шел? А, Роше? Что я сюда шел? Зачем ты за мной шел? Не остановил меня? Не сказал, что здесь делать нехер. Короче, надо вернуться к кораблю. Поискать там сундук. Так, вообще не то пошел. К Шуале тоже у меня, ну, куча вопросов. Ну, в смысле, не в плане того, что, типа, она там плохая. А в плане того, что, ну, мне просто хочется знать, почему они убивают королей. Маги, чаране ведь так просто не будут убирать королей, правильно? Вот, пожалуйста, и сундук. Дратва, сукно, клепаная кожа. В принципе, все это можно взять. Не такое уж оно и тяжелое. Знаете, я закрою, подлог Муина. Пока я чего. Задание выполнено, мистическая река. А, у нас задание выполнено, мистическая река. Отлично. Вот даже, когда была битва, когда Сабрина обрушила. На солдат огненные горящие камни. Вот. Она же... Пошла против, можно сказать, там, своих же. Только для того, чтобы сохранить баланс. Так что, служить чародеев не так все однозначно, как может показаться. Возможно, они делают что-то очень правильное. О, это же старый, да? Это же старый. Ну-ка, не трогать старого. Старого не трогай, я сказал. Так, не тот меч, не тот меч, не тот меч. Ну давай, что ты, тролль, справляйся, старый. Я просто понаблюдаю. Как он ему смачно по голове. Спасибо. Добрые люди убили злых насмерть. Береги себя, тролль. От ущелья дорога. Там моя баба. Видали? Конечно, видали. Как она там? Все в порядке. Может, она... Она сглазнет? Нет, все в порядке. Все в порядке. Только не буди ее, а то она тебе башку оторвет. Моя старая любит меня. Печенку свежую дает. Из эльфа сала хорошо. Вкусно. Так, есть у него тут что-нибудь интересненькое? Ну, в этих лутать я не собираюсь ничего. Тут ничего нет. Время не ждет. Ладно, хорошо. Ой. Какой-то понос. Есть не будем. Так, это мы куда пришли? Ну-ка, давай-ка внимательно посмотрим. А вот дом этого самого, как его... Ну, петуха, как его Элтон, по-моему, да? А, посмотрите, кстати, как он там. С ним все в порядке, нет? Опять не тот меч. Достаю по привычке, достаю серебряный меч. Когда передо мной люди. Надо достать железный меч. Герли, достань железный меч. Мне бы сейчас адреналитчик не помешал. Да, и камера! Твою мать! А, как классно, когда они загораются. Да, да. Да, твою мать! Вот так вот. Адреналинчик, нужно адреналинчик. Да загорись ты уже, я блядь. Да ё-моё! А, у меня же есть блок. А, вот хрен тебе. Я про блок вообще забывал. Всё, готов. Пойдём-ка навестим Элтона. Может, он улетел куда-нибудь? А чё ты переоделся обратно? Куда путь взяжешь? Иди ты нафиг. Видимо, испытал уже свой костюм, да? И остался жив. Так, чё нам, сюда что ли? А, нет. Нам не сюда. Нам сюда. Это сейчас надо кошку пить? Там же темно. Блин, я не хочу кошку пить. Там темно. М-м-м-м. А-а-а-а. хороши хе-хе-хе-хе-хе, такой Рошей чувак, Эдвенцы получают люлей от этих накеров и гнильцов похоже, люди Детмальда тоже знают эти тайные тропы сейчас забудут, Рошей ну, видишь, все, забыли эти тропы сейчас АМСеру быстренько поймите ой, ой, прям поджидают открывай дверь а, ведьмак Геральт и Вернан Роше какая встреча уйди с дороги, Панград осторожней, Роше ты же знаешь, что я здесь не случайно а ты случайно нигде не бываешь и появляешься только там, где лучше платят ты не изменился думаешь, кто королю с ад подтирает, тот лучше других убейте их убейте их, такое дело, да хрен убейте их убейте, говорит, я как убить их вам сделаю раз, два, три, смотри, раз да, да, ё-моё раз, два, три, на, получай раз, два, три, получай раз и вообще, слышь, на-ка ой, не то на-ка оба 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 всех положил, ты понял, нет? как красиво то есть, вон оно что тогда смотри нам сюда это значит как это я так наверх пойду ты так вниз пойду вот так вот пойду вот так вот вот так вот не подожди не так так я наверх не попаду я так пойдем ну-ка а ну да вот сюда зайдем так пойдем а потом вот так вот все пасаны ты ж гневец один нахер на кавзорби этого я не цепануешь и так нам в эту дверь нам в эту дверь я открывали дверь открывать дверь открывать открывай дверь говорю нам еще того козын надо прикончить который стал убейте так траванули нас немножко неча выдержим а ты че стоишь смотрится придурок давай рожай на он твой рожай а ты его не будешь убивать да ни хера он блин блокирует у него щит оказывается ой не то делаю так теперь не вижу и че ну я здесь и че вообще ничё подожди сюда не надо было что сюда не надо было надо было идти дальше а может нет я не знаю я я же здесь давно не был я пришел откуда оттуда или оттуда откуда я пришел ну явно не отсюда да подожди я вообще я по-моему на улицу иду обратно да а не все нормально вот вот все правильно или нет да 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 куда надо вот так валим ну где у меня икс как хочу икс надо чтобы быстрее икс заполнялся а где роши роши работай давай роши на потренируйся вот вот красиво молодец хочешь поможем да да он опять щитом ой у меня окошко кончилось я ни хрена не вижу дайте мне факел так темно ничего не видно так ну ка я могу так роши ну ка давай это самое да конечно нет да конечно нет блин и как теперь о отлично я аж испугался я уже думал все мы здесь не сможем выпить эликсир сможем победить людей дэтмольда а с хирал это люди дэтмольда это же люди хэнсельта я понимаю что он изнасиловал бьянку надо ему просто морду за это набить письку отрубить и все но убивать я отсюда короче не знаю даже хотя я хэнсельта вообще ненавижу мне вообще не нравится но он считает король без наследника да он как то свое государство держит если мы убьем хэнсельта что будет правильно будет анархия нахер начнется грызня за трон и первым делом пострадают кто люди а нам не нужно чтобы пострадали люди а дэтмольду по любому немного осталось чем уже старый тупой тем более что у него дэтмольда не будет ё-моё дэтмольда ха-ха дэтмольд ну все дэтмольд тебе хана не я конечно понимаю что он мощный маг и все такое я его типа боюсь но нет не боюсь раньше боялся сейчас не боюсь ты сказал что убрал их я их недооценил ублюдок ты заплатишь за моих людей за всех разом и за каждого по отдельности так оцени их сейчас не нужно меня снова подводить ты главное не убегай понял ооо барьер построил что ли то ты крутой как бы избавиться блин я хочу в цвете играть здесь я хочу здесь видеть эфир крыму дэтмольд ооо ты можешь меня свою магить ну ка давай поехали наааа 1 всё поехали обаааа красиво и всё двоих только надо было ещё оооооооооо как много их Мы пока справляемся Но надо быть аккуратнее На себя прилипает внимание Роше, а я их сзади тихонечко А потом Да ты заколебешь, Дэтмальд Блин, мне кажется У меня маги селее, чем Дэтмальда Смотри, сейчас Против Дэтмальда я буду драться магией Сейчас, сейчас, посыдем эту два Чушкаря завалим Чушкарек И потом уже займемся Основными пацанами Хотя насчет Дэтмальда я сомневаюсь, что он пацан Так, ну-ка, тихо ты Оп, оп, оп А че ты, че ты свалил-то сразу На-ка Так, Дэтмальд начинает мне бесить Так, ладно Че там говоришь, на-ка Вот надел ты на себя этот халат гребаный И видишь, как тебе теперь Ну да, надо насыть нормальную броню Ты че, за барьер вышел, что ли? Он за барьер вышел, понял, нет? А как этот барьер сломать? А, ты еще и за барьером будешь нас вот так вот, да? Че-то, по-моему, ты слышишь, оборзел Не, я не могу Так, ладно Ну-ка, 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 давай-давай к нам Да ты слышишь? Сюда, к нам, телепортируйся, козлина Да ты заколебешь Так, ладно, сейчас я тебя и гнем Не, и гнем не проходит Да, ё-моё Хорошо Да, он еще и сквозь камень бьет А че делать-то? Ардом его не взять Ард просто его отбрасывает А ему еще покер, понял? Он еще и в броне А может это так Глюкануло или че? Ну у него, смотри, вообще жизни нет Так, тихо-тихо-тихо-тихо У него самонаводящиеся Где бы я ни был, он меня достает в своей хрень О, пришел! Вот ты дурачок! Ой, дурачок, ой, дурачок Лучше бы был за барьером Ой, он себе еще жизни восстановил, что ли? Не надо телепортироваться Где он? Где он? Да ты заколебал! А-а-а, я понял Я понял, что надо с ним делать Он сейчас стоит, жизнь не восстанавливает Понял Это козли на себе жизни восстанавливает За барьером Идиот Противник в самый раз для таких, как вы Не пытайтесь меня поймать Это бессмысленно Вот как раз таки он нам дал подсказку Что надо его поймать А-а-а Он просто ушел То есть не здесь мы его должны были убить Ладно Это был хороший бой Я уже забыл, как дерутся ведьмаки Что теперь? Вы перебили моих людей Я здесь ни при чем Меня и в лагере тогда не было Это Хенсельт велел убить твоих людей По доносу Детмальда Я не буду просить вас о пощаде Сам не знаю, что бы я сделал на вашем месте Но если вы оставите меня в живых Даю вам слово Что я уйду и больше никогда не встану у вас на пути Ну ты же козел Ты же козлинские вещи делаешь, сволочь Ловлю тебя на слове Иди своей дорогой На слова слишком мало Ты должен умереть Но это слишком жестко Ладно Ловлю тебя на слове Иди своей дорогой И в следующий раз получше выбирай себе нанимателей Может и мне пришла пора отдохнуть В Тритогоре меня ждет Джулия Она в положении Ты сделал ребенка сладкой ветренице? Ха! Поздравляю, Панград! Передавай ей привет Спасибо Ведьмак возьми Мне это уже не пригодится Лишь бы перегруза не было Будьте здоровы На какой-нибудь войне еще свидимся Чуть парня не убил Прикинь А он Все Он решил завязать Со всем дерьмом И у него Смотри Что Ребенок Хорошо, что не убил А че он мне подарил-то хоть Найти Шиалу Де Тентан Сервиль А че он мне подарил Ну-ка Че он мне подогнал Руна из Из Кита Что это дает Короче, еще не плюс 8 А че бы и нет Так, наконец-то стало светло И можно без кошки обходиться Ой, че там за шум такой Че там, рок-концерт что ли? Музон, а? Музон Музон классный Слушай Боноярева Пойдем Охо-хо-хо-хо Нихера здесь битва Слушай Геральт Я уж думал, что это Хельсельт его шваль пробрала Они пытались Это здорово, что ты им дурь Из башки выбил Рад тебя видеть Где Лютик? Подался на запад В Аксенфурне Кому он нагадил На этот раз Силенцельту Кенсельт сейчас получит Потагов по голой заднице Наш поэт мог бы и подождать А нет Смотрите, как поэт Золтан Верген падет Мотай отсюда, пока еще можно Не по-краснолетски это Друзей Оставлять Только не дай себя убить Ты сам не подставляйся Дубиносные розовые Если Верген падет Пойду искать Лютика У него ко мне должок Ты-то что тут делаешь? Так, мы ищем Хельсельта Мы идем Последний У нас счеты с Хельсельтом Тут у всех счеты С этим бычарой Он лично командует армии? Такого случая не упустит Мы ищем Шалу до Танцервина Кажется, она в Вергене Мелькнула тут ее надутая задница Но только на минутку А так она все время сидит В доме у другой тиранейки Как же ее звать-то? Филиппа Эльхард Вот именно Может они там отношаются? А то слыхал я, что Филиппа... Где они? Самый крайний дом к северу Проще всего туда по натяжному мосту дойти Спасибо Ах, кстати Это деловарь знает тайный ход за стены города Спасибо И вот еще что Йорвито обложение Он с горсткой белок отживается в замке Ты б ему помог Хорошо Мы сейчас всем поможем нафиг Так, чё там? Кого рубить-то? Ну-ка, иди сюда Дайте про... Я поучаствую-то, ё-моё Я сразу поменяю Ход событий Ну, ребят О-о-о Идут подраться Сюда, что ли? Не, подожди А куда нам? Золото Видимо сюда? Боги, смилуйтесь над нами А вот и мост идем Постанавливайтесь на фон Nu Упал А вот ты Придян Не делай Упал Не рад Не тех я же крутой типок верхом пошли не ну ты видел как будто так было задумано наш лада ты давай там получай получай да ты не сдох что ли еще блин заколебал коржи то хорошо один хрен короче в итоге я встал на сторону не людей ну что его смотри эльфы на меня не нападают а люди нападают я буду помогать пацанам как нет а че у меня почему две цели то я не понял подожди йорвид мы идем помогать йорвиду хорошо и главное раши ни слова не сказал когда я пошел по ну когда золтан попросил меня помочь йорвид кто-то не понял а где йорвид не в дверь что ли я заглянул так пацаны пацаны где йорвид покажу что где-то там но я видимо не там пошел на вот сюда нет да или да нет просто комнатушка так тоже просто комнатушка но вот здорово йорвид вот сейчас тебе тогда не поможет вот сейчас я тебе помогу понял так что не ругайся как говорится кто старое помянет ни хера вас тут стол чё тут где а все йорвид не ожидал тебя здесь встретить я не планировал визита я предпочел бы встретиться при других обстоятельствах других обстоятельств не будет нет больше саски нет верхнего айдирна ничего больше нет верхний айдирн остается не о такой земле мы мечтали прощай ведьмак в смысле в смысле йорвид ты чё ладно а в смысле саски нет нормально все будет короче я все исправлю о них хера себе это чё за маги это это кто это кто сделал то вообще это это шала что ли натворила ты чё я ну-ка успокойся голем на ка и прикольно так так шала смоталась до встречи в лук мы не о hensi но hensi сейчас будет решаться твоя судьба вот как ты сейчас себя поведешь как ты сейчас будешь отмазывался дал король где они понятия не имею или ты скажешь или не будь смешным ты так не выпустишь меня отсюда живым ты провидец ой хенси дурак ой хенси дурак то есть даже вот так смотри хенси смотри сейчас как твои солдаты будут падать один за другим и ты будешь обсираться так подожди 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 смотри смотри оба видал ну что ой да ты сам что ли драться будешь ты еще помнишь как это делается что ли я думал ты только умеешь женщин насиловать я тебя оставлю на потомчик на утром следить вот постой вот постой немножко так подожди 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 здесь слишком тесно ребят да здесь слишком к ее мое слышать так стало посвободнее тихо за коруля коруля да ну чё хенсель тык хе-хе-хей дурачок ну чё как тебе хочешь поваляться на как поваляйся вот так вот поваляйся полежи и подумай о том что ты творишь придурок на счет полежи поваляйся ну чё как тебе такое а вот иди-ка ты в нужный это же там нужник да вот там и палец а вот тебе самое место у параши слышь сейчас погоди у меня сейчас вот иди вон вон у параши твое место слышишь твое место у параши вот-вот-вот лазь забейся там и сиди вот туда вот-вот-вот-вот сейчас головой туда клюнешь я буду доволен хрен вот так вот хорошо ну как тебе краснолюзкое говно по да вытрепался называться я чуть на жизнь и посмотри вот это я сейчас лоханулся ладно ладно а ведь как красиво все было но это не считается не считается то есть все забыли забыли ладно все вот этого не было этого не было ничего этого не у вас забыли короче да ты опоздал сейчас все будет серьезно горите нет 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 горите тварь назад да и не таки дарья вот так вот нет ну хэнсельт наверно хочет еще раз нужник поэтому нахер иди назад назад хотя бы одного убрать будет вообще легко вот готов да где у меня там ну чё король хочешь раз нужник пойдем пойдем там тебя буду кончать вот там сюда вот вот сюда подойди не 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 книжкам не книжкам вот вот туда вот 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 туда я тебя прикончу в сортире так он бед больно кстати у него у него хороший меч так геральт ты давай его сваливай мячом ты махать умеешь хоть один достойный противник ты выиграл битву но проиграл войну город в моих руках а о о о о май гад а ты в моих хехе хехе ради блага темерской короны вернан роше пойдет на все если нужно он станет убийцей или заставит убивать других бернард лоредо принес миру только страдания и презрения я помог роше сошелся с его людьми и вот я снова перед выбором убить коменданта забытый богом факторе это то же самое что убить короля даже если оба не убийцы и насильники и чо вернан роше темерский петушок в синюю полоску и что ты мне сделаешь угадай вы меня не убьете не посмеете я король каэдвена а скоро и верхнего айдирна без меня север не выстоит я победил вы знаете почему я так спешил с битвой знаете я должен был успеть до локмуины он тянет время давай его кончать подожди говори король что будет в локмуине новый порядок во всем мире новые границы все изменится туда прибудут все владыки севера короли принцы знаете такую поговорку кто владеет долиной понтара тот владеет севером чародеи будут это вообще их идея они собрались воскресить совет и капитул хотят вернуть свои права и привилегии место в обществе бред какой то но я их всех провел это я буду диктовать трактаты я покажу где их место ты приказал убить моих людей и ответишь за это конечно я приказал их убить а что вы делаете со шпионами в темерии раздаете им награды никто из повешенных не состоял в заговоре только я дай с пословицу лес рубят щепки летят твоя подлость вознеслась до небес что ты называешь подлостью то что благодаря мне к эдвен будет сильнее чем когда-либо прежде идиот я последний владыка севера с которым считается нильфгаард и будет считаться ведьмак образум его блин а пойдем роше ты износил обьянку я должен им это сказать убийство и насилие ты тоже отнесешь к королевским добродетелям каждая девка мечтает о том чтобы ее трахнул король обьянка она тебе пожаловалась я-то думал ей понравилось пищала девка как не смазанная ось но опять же новый порядок будет да ну то есть мир по-новому поменяется там чародеи придут в политику и все такое чё бы нет понимаешь нельзя чародеев былы они существуют они могущественные они сильные и со временем чем дольше их как бы притеснять тем злее они будут становиться и когда они придут ну скажем так в этот во власть или еще что то то они будут очень озлоблены начнут мстить и все такое чем раньше все это произойдет я думаю тем лучше я хочу чтобы его раши просто порвал короче раши а он твой рвин нах делай я оставлю вас наедине не смазанная ось смешно очень смешно вы не посмеете говна поешь кусок говна хватит разговоров пора заняться делом такую нельзя оставлять у власти я пишу последний в роду единорога я не стану тебя умолять посмотри мне в глаза давай насладись местью а а а а а а А че с Саскетой, я не понял. Убийца королей! Рошет, ты убийца королей! Так ведь получается. Сам охотился за убийцами королей и сам стал убийцей короля. Только мы знаем, что здесь произошло. И Хенсельд. Лучше нам об этом забыть. Я постараюсь забыть. Шиала телепортировалась в Лапмуине. Где Шиала, там и лето. Убийцы собираются на мирные переговоры. Мы должны быть там. Не, я, конечно, понимаю, что без Хенсельда сейчас начнется там дворцовый... Шиала де Тансервиль. С самого начала я был уверен, что она скрывает страшную тайну. Понятно, что после упразднения Совета и Капитула чародеи потеряли всякий страх. Но убийство короля... Зачем все это? Что происходит? Похоже, ответы на все эти вопросы скрывались в Локмуине, древнем городе Вранов, цивилизации, сгинувшей во мраке истории давным-давно. Вы верно спросите, отчего ты сам не отправился в Локмуине, мастер-лютик? Итак, ваш покорный слуга должен был покинуть долину Понтера, ибо за отважное выступление против короля Хенсельда рисковал заплатить жизнью. Покорно отдаться палачу и обречь эти необычайные события на вечное забвение было бы преступлением против искусства. Все же, не слагая себе ответственность за судьбы Севера, я отправил в Локмуине своего верного друга, Геральта из Ривии. Я уже упоминал, сколь брезгует он политикой. Наконец-то он мог сполна выразить свое презрение. Брезгует политикой, а при этом погряз в политике по уши. Посмотр Давида был? Так точно. И что сказал? Тимерия не удержится. Среди дворян единства нету, а Конетаблю Наталису не на что опереться. Старый добр Наталис получит пенок под зад. Этого можно было ожидать. Чуть не договорились, но без фольтостовой дочки у них ничего не вышло. Кто бы сомневался, место для девчонки готово. У нас тут проблемка. Выкладывай твою проблемку. Двери нет. Без двери ее не закроешь. Без тебя знаю, идиот. Пошел прочь. Сейчас дядюшка Детмульт заколдует твой домик. Версах Анима. Мы не отдадим тебя этому противному Наталису. И приберитесь здесь. Это локмуини, а не хлев. Хоть и маленькая. Хоть и маленькая. Кончай триндеть, Геральт. Маршал Раупенек и правда был вредный хер. Ну так и времена были другие. Он приказал перебить в локмуини всех эльфов до единого. А Йорвид и прочие машут теперь Раупенеком, как знаменем. Пойми, во время войны что только не делают, все зависит от обстоятельств. Ну конечно. А бедный Раупенек под старость мучился угрызениями совести. Хватит ля-ля, Геральт. Я же сказал, что он был ублюдком. А ты что, эльфов собрался защищать? Да у них у самих руки по локоть в крови. В раны ушли. Мы должны были спасти Источник Силы и сохранили этот город-памятник. У, эльфийские бредни. В пещерах рядом с городом нашли сотни костей ящеров. Всех тварей зарубили клинками. В общем, думай себе, что хочешь. А меня интересуют только теперешние жители этого города. И почему мне кажется, что ты сделаешь какую-нибудь очень большую глупость, когда мы туда попадем? Прежде всего, я найду там лекарства от моих страданий. Детмальт был просто орудием в руках Хенсельта. Детмальт – паршивый убийца. А Хенсельт был королем. И я убил его. Он до конца не верил, что я осмелюсь. Я тоже. О, ладно. Давай сменим тему. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь это забыть, но я больше не могу говорить об этом. Месть, детмальт, ничего не изменит. Изменит. Души моих людей выпьют за мое здоровье. Ну и одним козлом меньше станет на свете, правильно? М-м-м, неизменно. Полоски больше, чем армия. Я сам набирал людей, обучал их, да всякое бывало. Когда со щитом, когда на щите. они не дали шансы умереть в бою. Ну давай, да рассказывай. Хорошо, что там ты мне рассказывал? не только их, но и своего короля Вернан. Не забывай, зачем ты отправился в этот путь. Я помню. Если Лета и Шаала в Лок-Муине, обратно они живыми не выйдут. Есть еще что-то побазарить, нет? В общем, я не знаю, я не знаю, правильно ли я поступил, что позволил Роше убить Хэнсель-то? Потому что я уже говорил, что... Как бы вы достали, твари! Потому что сейчас будет грызня за трон и все-таки Хэнсельд держал север. Ну, скажем так, держал север. Вот. Ну, я думаю, что люди не пропадут. Я думаю, что люди не пропадут. И думаю, что всякие там засидевшиеся короли, они должны все-таки уходить. Не таким, конечно, путем. Далеко не таким. Вот. Изменения всегда это к лучшему. Рыцари ордена. Орден Пылающей Розы. Вот уж кого я не ждал увидеть. Рыцари утратили влияние в Тимерии и теперь связались с Родовидом. Будь с ними осторожнее. С этими девственниками никогда ничего до конца не ясно. Кроме того, не так давно у нас с ними возникли кое-какие разногласия. Я объясню им, что твое присутствие в Лок-Муине необходимо. И что дальше? Как думаешь, что нас ждет в городе? Отдельные укрепленные лагеря, буферные зоны, патрули кругом. В идеале должно быть как-то так, если у магов с их капитулом осталось хоть что-нибудь в голове. Я так понимаю, у тебя большой опыт. Мирный договор в Цинтре 2 апреля подписали спокойно, если не считать рыков Хенсельта и ночных возлияний добровольческой рати Махакама. А после подписания народ радостно глазел на военный парад. Только вот никто, сука, так и не узнал, как я и еще пара мужиков вроде меня неделю сидели над картой города и ломали голову, как отделить этих коронованных идиотов друг от друга. Вдруг кто-нибудь из них решил бы отомстить за старые обиды. Надеюсь, здесь такую возможность тоже учитывают. Успокойся. Все чередеи хотят запустить лапы в королевское золото. Так что они позаботятся, чтобы не спугнуть источники финансирования. По крайней мере, пока не начнется спор за долину Понтера. Ладно. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Сейчас поговорку и проверим. Если потеряем друг друга, встречаемся на главной площади. Идет. Стой! Кто такой? Фернан Роше. На службу. Стой! Ты кто таков? Это Геральт из Ривии. Я о нем говорил. Да, говорил. Только врал, небось. Все утверждают, что ведьмак убил Фольтеста. Один ты его защищаешь. Так, интересно, а что они здесь делают? Здесь тоже не должно быть. Нас пригласил Родовид. Что вы вообще здесь делаете? А это уже не ваше дело. Идите своей дорогой. Похоже, Родовид не рассчитывает на мирное завершение этих мирных переговоров. Ясно одно. Верить здесь никому нельзя. Никогда никому нельзя верить. Надо разобраться, что тут происходит. Сперва я бы послушал того, кто поставил рыцарей перед воротами Локмуини. Так, ладно. Мне вот что интересно, а мы здесь встретим Зигфрида? Потому что, по-моему, в первой части я не убивал Зигфрида. Я убивал его образ, ну то есть его фантом, вот, когда шел к этому великому магистру. Но настоящего Зигфрида я не убивал. Я с ним, по-моему, даже и не сражался ни разу. Или убивал? Я вот не помню. По-моему, нет. Я не убил Зигфрида. Или убил? Ааа, кажется, я его прикончил, да. В Изиме. В храмовом квартале. В Аккурат около храма Милители. Так, ладно. В общем, давайте на этом мы эту серию закончим, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, это очень сильно помогает в развитии канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok